Здравствуйте! 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 Позвольте мне поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Пожелать вам всего самого доброго, всего самого хорошего. И, как говорится, не постесняясь повторяться, вы наш золотой фонд. Вы наша гордость, вы наше счастье. Благодаря таким, как вы, Россия, да. И подтверждение тому, что сейчас происходит. Буквально лишь где-то после своего избрания, когда у меня было одно из общений с журналистами, и с коллегами, я говорил о том, что Россия будет формировать повестку 21 века. Не прошло и года, и Россия в этом же процессе участвует. Но благодаря именно вам, ветеранам, Россия может участвовать в этой повестке. У вас все было хорошо. Поздравляю вас. Письмо, вы читаете. К этим же поздравлениям присоединяется и губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Он тоже молодец. Вчера была его ингурация, он вступил уже в должность. Да, я вот присутствовал в этом мероприятии. Позвольте передать. И также поздравления от меня и от главы администрации Кенгисевского района Ешили Викторовича. К этим же многочисленным поздравлениям присоединяются депутаты Кенгисевского городского совета депутатов и Кенгисевского района. Это вот вам подарок. Спасибо. Когда освободили Стеннград, вышло постановление, что забыло о мобилизации на восстановление города Стеннграда. Вот в это постановление я попал. А были моего поеду на Башкирию, Четманушевский район. Вот оттуда с этого района, где я не могла его, я попал в Стеннград. И попал на Стеннградский тракторный город. Стали литейным цехом. И Стеннградский тракторный город выпускал бегачи. Бегачи у него были очень в холоде. Особенно танкисты. Танкисты их и называли рабочими планицами. А то в 30-е годы, полгода, наша семья, у нас всех троих мужчин арестовали. Все были враги народа. Другие были враги народа. Идти были враги народа. Не Сталин врагом народа сделал, а сосед. Сосед. Да вы знаете, что мы даже почвы не знаем. А вот как Кингисепп? Как вот наш любимый город Кингисепп? Яблорка, как мы примем? Это как его. Конечно, я долго стремился. Приходилось жить в других еще местах. Но это как его город. Домой я всегда стремился. Всегда домой стремился. Я исполнял обязанности 6 месяцев секретаря комсомольской организации. Это тот Василий Салагубов, который был секретарем. Раньше был при заводе. Ну, живу сейчас дочкой. Две внучки у меня. Две травмы. И два блядь. Все очень хорошо к нам относятся. Я за счет этого, конечно, наверное, живу. Дочке, конечно, досталось. От меня хорошо. Потому что ей приходится. То есть вы в социальной службе? Нет, я не пользуюсь. Мне не пользуюсь. Они звонили, предлагали. То, что дети, внуки, что дочка вот такая... Дай бог им здоровья, что они вот там обладаются. Вы лично от меня, как от главы миспорта, называли. Скажите... Как мужа проводила на тот свет, так все. Все отдалась мне. И внук внуче, чтобы она помогала. Ну, с дочкой вы вдвоем. Вот эта любовь, которая переросла в брак, и вот эту долгую совместную жизнь, она свершила Сталинградию. Да, 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 в Сталинграде свершилась. И о втором браке я даже не мечтала. Но до этого как-то у нас так смешно разговор был. Он говорит, я хочу, чтобы получилось так, чтобы я раньше умер бы. А ты замуж не выходи, говорит, после этого. Да, я еще посмеялся. Я говорю, умирай, умирай. Я говорю, я и так не выйду замуж. Поэтому не только что, конечно, но... А сколько вместе в браке прожили? В 40 лет. В 40 лет. В 40 лет. В 10-ти не дотянули до заболевания. Да, да, если бы, конечно, не дотянули до болезни. А тогда не лечили в 85-м году этот инсульт. Сейчас работаю даже после инсульта. Секретарь ЦК и итальянский контакт, и говорит, и умирай. Вот, как это зарегида. Даже в Москве, да, типа. Вот такие. Ясно. Ну, я очень доволен, что это слово. Я тоже. Да. Я тоже очень приятно. Слышал. Слова добрых, хороших слов. Аккультус сказал вам. Аккультус сказал вам. Знаю, знаю. Я удивляюсь. Может, какие-то личные просьбы пожелали? Александр Иванович, никогда ни у кого ничего не просила, никогда не ходила на прием никому. Но вот так еще. Помогите отремонтировать наш подъезд. Вы посмотрите. Да, я шел, я видел. Да, рисунки это не наши. В нашем подъезде жили и живут порядочные люди. Из десяти квартир, только три, заселились другие люди. А в тем, кто от всех живет, все старые. А уже в этом году будет полвенка, 50 лет. И когда-то в этом подъезде жили всем участникам. И живем мы очень долго. Мы никогда не рубаемся. Никогда мы все мысленно условили. Когда мы встречаемся, я надеюсь, что мы поможем. А у вас здесь квартира муниципальная? Да. А так уже легче? Это уже не. Потому что такая, говорят, у нас раньше всегда такая чистота была. У вас кто? Румянцев депутат? Вы знаете? Да, Румянцев я даже не знаю. Румянцев здесь. Румянцев, да, я даже не знаю. Потому что, да. Ну ничего страшного. Да, никогда. Он, в принципе, так на своем округе занимается. Я вижу, что он работает. Ну они бы хоть немножко в город приходили бы, что-либо. Хоть бы к нам бы приходили. Да, если, значит, ваши поворачиваются, обязательно скажите, что он мой телефон мой. Чтоб не звонили бы, если они приходили сюда. Потому что я к двери не подходила, я никому не открываю. Ну так держать. Семьдесят первую победу празднуем? Семьдесят первую. Вы знаете, что я уже больше ничего не хочу загадывать. Я загадывала семьдесят лет. И это как его... И были, праздновали. Да, и девяносто лет свои справились. А потом уже куда лодка потекет. Да. Ну вот летом я взять меня отвозил на дачу. Я немножко там кучу-кучу подышала. Так этот город мне понравился. Молодцы. Город стал такой красивый. И вот как по телевизору. Вот все, люди, ланки, пизжалуются, к ним так относятся, все. Я сижу, говоря, а у нас все хорошие руководители. Дочка с кухни, я говорю, да-да-да, он тебя там не слышит. Я говорю, да плохо, что он меня не слышит, я говорю. А я говорю, у нас молодцы. Мы готовим программу, и мы будем ее реализовывать. И очень приятно, что в этой работе нас поддерживает наш земляк и наш губернатор. Да, это наш, это я говорю, это наш. Это наш губернатор. И мне нравится Дугольф так. Понимаю, я. Он на вопросы отвечает. Он так очень хорошо на вопросы отвечает. Он все знает, он даже знает, что где-то там в какой-то остановке, в каком-то там поселке лампочки нет. Вот, что там что-то много. Я говорю, вот как теперь привыкли, все жалоба, все мышь свое выкладываешь. А ваше досье, я тоже, вы эти просчитали, мне сказали, понравилось. Я сразу говорю, с этого рекомендатора будет долго. Я говорю, все прошел, все этапы прошел, и вы прошли. Так что вы и юрист, и руководители, и все на свете. Поэтому очень хорошо. Я сразу на вас, это как его прочитала, плохо вижу, я сейчас читаю. Но нового Сергеева надо мне прочитать. Хоть потихоньку я прочитал. Первая книжка, она вышла в 2007 году. Эта книжка называется «Политическое признание и предпринимательство России». Это о проблемах нашего бизнеса и взаимодействия бизнеса и власти, и ответственности бизнеса перед гражданами. Это первая книга. Вторая книжка, это вот моя публикация, моя публицистика. Отдевается «Российский бог». Я там рассуждаю на различные гражданые темы. Третья книга, это уже художественное произведение, это роман. «Гландин с зеленой водой». «Да, вот это другое, но надо не делать». «Ну нет, ну вот сейчас у нас готовится это здание, если вы хотите, я вам ее пришлю». «Да, конечно, конечно». «Там, правда, шрифт-то вот такой, некрупный». «Ну, это как его, попрошу уже, правонечку». «Вы знаете, я был в Румынии, и там я был на кладбище советских воинов. Мы возложили цветы». «Ну, там хоть ухаживают?» «Ухаживают, ухаживают. Но, конечно, мы решили, что мы туда, мы решим этот вопрос, там наведем. «Понятно, понятно». «Там, в принципе, травку только подровнять. Сами памятники в хорошем состоянии, сами памятники. Там отдельный памятник в виде стелы. И захоронение тоже, видим, таких небольших памятников. Я им обложил святык основному памятнику и обошел все памятники и пополнился, как бы, на деле, отдельно. И, передав огромный привет от России, сказал, что родные наши советские солдаты, мы вас любим, мы вас помним и никогда не забудьте». «Спасибо большое. Спасибо большое.